Солидски, друзья, доброе утро! Я утром уже на улице. Откуда иду? Правильно? Кровь сдавала, к семейному ходила. Сдала кровь, набрала кучу направлений. Завтра мне в униклинику в очередной раз на проверку. Взяла направление на КТ с контрастом. Еще, в общем, одно направление. Все почему, для тех, кто не живет в Германии и не знает, у нас раз в квартал нужно брать новое направление. То есть то направление, которое тебе, возможно, давали в июне или в мае, оно не действует уже в июле. И если я иду в униклинику, к лору, мне каждые три месяца нужно, несмотря на то, что я у них лечусь и хожу на проверку к ним просто, раз в три месяца нужно приносить новое направление. Получается, к первому января, к первому апреля, июля, октября, что ли? Ну, в общем, и так далее. Нет. Ну да. Загрузила вас, да? В общем, иду сейчас пешочком в сторону центра. Не знаю, как дальше карты лягут. Посмотрим. Иду пешочком. Смотрите, здесь у нас синагога, и все время дежурит полиция возле синагоги. Постоянно. Вот. Это всегда. Не в плане там сейчас какое-то неспокойное время или еще что-то. Нет. Это так постоянно. Просто хотела вам показать. Сейчас зашла по пути, сделала термин себе на КТ с контрастом. Тут получилась какая-то непонятка. Просто мне в прошлый раз давали направление на КТ с контрастом, на легкие и на шею. Я онлайн сделала на прошлой неделе термин. Я просто смотрю, там уже ближе к моей дате, которая мне нужна, там уже и мест мало. Я потому сама онлайн сделала. Это был выходной. На шею с легкими. Я думала, что у меня тоже самое будет. А сегодня вот доктора просить направление, я открыла вот эту свою бумаженцу, а там стоит что-то только шея. Ну, соответственно, я только на шею и попросила. И вот ходила, мне сейчас надо было уточнить, годится мне этот термин, не годится. Хотели мне переделать, перенести на 22-е, а у меня уже время поджимает. В общем, не буду возгрузить, годится, но не хотят. Не понимаю, в чем разница, просто ли мне проверят шею или шею с легкими. Ну, как бы, если уже есть термин, то могут либо то, либо то тоже проверить по отдельности же, да? Но нет, у них там как-то по-другому все это работает. Гуляю по торговому центру. Слушайте, вообще ни на что посмотреть. То ли у меня какой-то интерес пропал ко всему вот этому. То ли что. Раньше, как помню, у меня было не вытащить, все перемерить надо было. Сейчас даже посмотреть не на что. Не знаю даже, что померить. Уже, думаю, правда, надо купить пару белых маек и самой покрасить. Вера Мода. Может, туда сходить? Кстати, я же вам не показала, как я вчера ногти сделала. Все-таки белые. И знаете, вышла из дома не такие же плохие, нормально белые. Это я что, зашла в магазин померить? Я вот думаю, может, мне купить тупо такие же, как у меня были? Представляете, это было, это стало. В этом же магазине, по этой же цене. Жутко удобные. Что выдумывать? Я все в поисках, как вы поняли, обувки себе. Ну, вот эти вот. 39-й, Саламандр, именно вот эта вот фирма. В общем, точно такие же были и стали страшно, страшно. Выбросить надо, а я в них все хожу. Ну, они такие удобные. В них прям... Эти тоже наверняка удобные. Но они так себе, да? Ну, черные мне не хотелось. Не знаю. Так, сумка мешается. Даже не знаю, что еще померить. Ну, давайте золотой шик померим. Но они тяжелые. Все, наконец-то, поздравляете, купила. В общем, точно такие же, только новые. Ну, а потому что удобные и прочные. Так, поняли, да, куда я зашла? В Тики-Макс. Ну, раз уж шла мимо, показываю. Всем, кому не интересно, не смотрите. А то было в прошлый раз. 28 евро. Вот такое. Опять много всего нового. Смотрите. Я понимаю, что это бабушкин вариант. Есть еще, кстати, вот такие вот маленькие. Ну, маленькие, кстати, интересные. Я бы не сказала бы, что прям бабушкин, да? Есть рюкзачки. Что прикольно, что они полностью кожаные. Видите, есть другая модель. И посмотрите, какая цена. Стоило 160, сейчас всего лишь 50. Видите, это прям натуральная кожа. Это стоило 93, сейчас 25. Это просто, считай, бесплатно. И даже с замочком. Это же надо. Так, а рюкзачки почем? Кстати, смотрите, какой рюкзачок. Два отделения на замочке. Так, здесь магнитик. И между ними еще вот такие. О, да, они прям вместительные какие. В общем, рюкзачок стоит... Вместо 140, 50 тоже. Ну, скажите, да? Так, черненькие. Интересует? Нет, вот эта интересная маленькая черненькая, да? Ну, конечно, та по качеству коричневая. Куда круче. Ты за такие деньги купишь не кожаную, а обычное барахло, которое развалится очень скоро. Так, такие варианты. Кто-то что-то выносит. Что еще? Вот, кстати, черненькая, да? Вместо 100, 25. Ну, блин, зачем цветание черненькое? Это я сама с собой пробую договориться. Да, но это кожа, это качество. И замочки, все как я люблю. И там даже замочек, и здесь замочки. И прямо... У них еще три штуки, можно подумать. Еще есть... А, даже четыре вот. Здесь еще. Просто нужно искать. Вот такие, кстати, кожаные. 80, не знаю. Точнее, 89-99. Не знаю, сколько они до этого стоили, но тоже видно. Качество, кожа. Купил в 30 и носишь до 90 лет. Ну, или сколько там к тебе проносится. Вот такая есть черненькая. Сегодня как-то меня понесло не в ту степь, да? Просто видно, что их новые развесили. Не было в прошлый раз. Тут уже летние пошли. Ну, такие есть. Место 57-35. Часики. Кельвин Кляйн. Цены. Часики так себе, правда? Вот такие часики. Так, сережки, серебро, смотрите. Например, такие стоят 15 евро. Думаю, что эти тоже. Ну, одной рукой неудобно. Ну да, они, наверное, весь этот ряд такой. Ремни, дикий энвай, например, да? 15 евро. Широкий. Мне широкий не нужен точно. Корс. Сколько? 30 евро. Синий. Вот такой вот, например. Тоже пятнашка. Так. 13 евро. 13 евро. 13 евро. Вот хорошая, кстати, цена И этот кожаный Он не облупится Ну вот платье, смотрите Меня попросили обзор на этот магазин показать Ну не знаю, чуть-чуть пройдусь У меня времени нет, мне нужно еще сегодня на массаж 50 евро, смотрите А оригинальная его цена 134 доллара Ну такое, конечно Тут, конечно, можно найти много чего интересного Но нужно инвестировать много времени в это Потому что нужно действительно покопаться Маски корейские 10 штук Вот, видите 9,99 Тканевые Маска для ног Такие масочки Тоже 10 штук 6,99 Их уже кто-то открыл, не факт, что их там 10 Вот такие масочки Сейчас насмотрюсь, купить захочется А у меня тканевые маски К концу подходят Вот еще какие Вот наборчик, смотрите, от Pixi Тоник, кстати, неплохой Ну маленький, конечно Что там, 40 миллилитров Умывашка и маска Так, всякие Вот такие вот аппараты Где-то я тоже и Foreo раскрученные видела Ну сейчас, наверное, нет Лампа, кстати, для сушки ногтей 18 евро Видите? Кому надо, имейте в виду Туалетная вода, смотрите Венеция Вот эти вот Подожди Вот эти вот приятно пахнут Ванильные Ну, в принципе, и вот эти неплохо Там, видите, открытые есть Но они везде так ценно заклеили Что не видно, сколько они до этого стоили Наверное, не очень много 12,99 А сейчас 7 Так, вот Кондиционер Кто-нибудь знаком с такой маркой, нет? Огромная бутыль Слушай, здесь литр, наверное Что стоит? Стоило 29, сейчас 17 Маска для волос Тоже огроменная 6 евро Вот такая вот есть Это уже что-то знакомое У меня такой пробник был По-моему, ничего, такая маска была Он стоит 28, правда Не знаю, сколько в магазине Не смотрела Вот такая вот Смотрите, вместо 23 10 евро всего Кто разбирается А это Скраб Для головы Да, наверное, я так понимаю Не знаю Наверное, бесценный Потому что цены нет А нет, вот есть Вместо 9, 5 евро Ну вот эти раскрученные резиночки Кстати, хорошие Да? 3 евро Мне кажется, сейчас вот такие вот У меня есть Именно такие Я обычно их не покупаю Мне всегда в боксах попадаются Вот мне старые Только подрастянулись И опять попались Мне опять в боксе Очень удобно Вот что-то Тоже туалетная вода, что ли Сделано в Англии 100 миллилитров Красиво Цена Вместо 41, смотрите, 13 И здесь же этой фирмы Что-то А, гель для душа Несколько видов Наверное, хорошая фирма, нет? Не знаю, не слышала такую Всякие Тоники, сыворотки Витамин С Миоцинамид Все под 9 евро Гиалуроновая кислота 60 миллилитров, кстати Много, да? Ретинол Чье производство? Не знаю Made in USA Тут тоже такая же цена Хоть уже что-то маленькое Такое вот есть Стеклянная бутылочка Прям все так серьезно О, масло для тела Смотрите, на загорелое тело Летом, конечно, огонь Сколько такое стоит? 8 евро Вот этой фирмы У меня что-то было Скраб для лица, по-моему Так-с Все, наверное, вам уже Это неинтересно Да, девочки? Достала я вас? Скажите честно В одежду не пойду сегодня Дальше туда Все, я уже пытаюсь Выйти из магазина Ну и вот такие крема Они здесь продаются постоянно Но сегодня прям Огромный выбор Я, если честно С этой фирмой не знакома Смотрите Стоили типа 84 Сейчас 20 А чем они отличаются? Они же одинаковые А этот якобы стоил 96 А теперь 20 Но они одинаковые Странно Подожди А нет, это ночной А это дневной Вас чуть не обмануло Кто-нибудь пользовался? Скажите, правда такой хороший? Блин, на руку Сейчас пшикнула себе Туалетную воду Ту мужскую Вот, смотрите Вообще 128 Стоили сейчас 19 Это тоже ночной крем Крем Лифт Для кожи вокруг глаз Серум Она же сыворотка В общем Кому интересно Имейте Ввиду Набор Да? Стоил 148 Сейчас 30 Крем И сыворотка Все, я побежала Это что-то японское Это что-то японское Дневной крем Вот цена Стоил 30 Ну вот эти вот мужские Ну и хм на дорожку Уже по пути домой Я ходила Пока я ходила Пока я ходила Смотрите Пришла посылка Мы заказали себе В дорогу Вот нам советовали Ну еще и другую нам присылали Ссылку по-моему В общем Мы не могли ее найти Потом я заказала Вот этот И потом мы нашли Ту ссылку Но я думаю Что этот не хуже Газоанализатор По-русски Газоанализатор Да Ну короче Он фиксирует Когда утечка Или там Вот запускают газ Там три вида газа Я не помню какие И вот кстати В комплекте были наклейки Саша говорит Хорошо Сразу наклеим Чтобы Эти сразу опомнились Кто запускает Стоит Не стоит Им связываться Единственное Нам нужно еще Вот аккумулятор купить Они оказывается Вот подключаются К аккумулятору Мы хорошо Прислали вовремя Время еще есть Вот Так что мы Обезопасены Обезопасены Как это сказать Мы в безопасности Ну все Едем на свалку Дубль два День второй Вчера не удалось Не удалась Наша поездка Ну потому что Мы затянули Немножечко Сегодня вроде как Успеваем Как думаешь Очень большая Я думаю что нет Рабочий день Рабочий день Потому что раньше Мы вывозили По субботам По субботам Бывает что Ого Стоять нужно Можно Можно самим Вывозить Можно Вот мы Саша Посмотрели В интернете Заказывать Мы и так Знали Посмотрели Сколько стоит Заказывать Чтобы Тебе Вывезли То есть Раньше Когда мы Приехали У нас Было Как Сколько раз в год Может было бесплатно Или раз в год Или как-то Да Ты звонишь Рассказываешь Что у тебя За мебель Там Не знаю Мусор Какой Крупногабаритный Все В общем Перечисляешь Тебе говорят Какого числа Выносить На улицу И они Приезжают Забирают Потом По-моему С шестнадцатого Года Они сделали Это платным И на данный Момент Стоит Один Кубический Метр Это считается Двадцать Евро Дело в том Что Ты звонишь Торегистрируешь Перечисляешь Что нужно Вывести А по факту Вот Видят люди Что уже Ага Скоро приедут Там Накидали кучу И докидывают Втихаря Еще Поэтому Потом платят Все Нам счет Выставляют Нет Не всем Это кто Заказал Наверное Вообще Не знаю Потом Выставляют Это если Просто Не зарегистрировал Кто-то И выкинул И начали Все остальные Докидывать Тогда Да И тебе Выставляют Счет Потом От этого Арендодателя Потому что Они платят За это За дополнительные Вообще В каждой земле Даже в каждом Городе По-разному Потому что Даже Когда у нас Еще было Бесплатно Я знаю Что много Где уже Не было Бесплатно Поэтому Сейчас Выгоднее Если у тебя Еще мебель В более-менее Нормальном состоянии Просто в интернет Поставить И написать Что бесплатно Отдаю Нежели Самому Его Вывозить Ее Мебель Или Заказывать За 20 евро Тебе Все равно Надо Разбирать Спускать Если ты На верхних Этажах Живешь Тоже Не так Просто Так вот Как у вас В городе С этим Дела Обстоят Я Помню Когда мы Еще С той Квартиры Переезжали В эту Пять лет Назад По-моему Еще технику Бесплатно Можно было Зарегистрировать Чтобы вывезли Посудомойку Мы как раз Выбрасывали Или стиралку Посудомойку Наверное И ее Вывозили Бесплатно Посудомойку Ну да Сказала И начала Сомневаться У нас сегодня Опять жара 32 градуса Небо просто Ясное Чистое Хочется Конечно Чтобы немножечко Упала температура Хотя бы До 25 Ну вот Очереди В принципе Нету Эта краска Сразу Не стыдно И насрался Разве Не здесь В последнем Контейнере Было По этой стороне Можно заходить Думаешь Мы же С вами Будем Заезжать В общем Тут В каждый Контейнер Бросается Своё Нет Так что Все В одну Кучу Электроника Отдельно У нас Там Есть Краска Засохшая Белое Ведро Ну не Полное Ведро Это Чуть В отдельный Контейнер Мебель Отдельно В общем Подсказывают Что куда Здесь выбрасывают Электро Блин Жалко Отсвечивает Вам не видно Сколько там Телеков Мониторов И прочего Ну вон Смотрите Видно Микроволновые Саша Выбросил Электронику Теперь остался Остальной Хлам Там Показано Что там Искусственное Ветерило Мебель Я монитор Такой Вот Отнес Там Стоял Телек На всю Стенку Контейнера Просто Вот так В конце Поставлен Просто Огромный Такой Ну Раза в два Рабочее Чем у нас Постояешь Вообще Просто Кинотеатр Стоял Я даже Не делюсь Если он был Занимаем Только Давай пошли Пошли Все Справились Быстро Распрощались Со старым Хламом Сплакнули А наоборот Подожди Что-то у меня Как будто В голове Сидит Да Обе Лебаухаус Мы хотели Купить батарею Для этого Что нам Сегодня пришло Кстати Обе здесь Надо Сразу Заехать Что интересно Я в этот раз Заметила Что есть Отдельный Контейнер Но небольшой Куда Нужно Бросать Пробки От шампанского От вина Знаете Вот эти вот Ну пробки Вы поняли Такого материала Не пластиковая Не металлическая А пробка Дело в том Что если ты живешь В частном доме Наверное Ездишь сюда Гораздо чаще Потому что Вывоз мусора Каждый раз Стоит денег Да Наверное Я еще не знаю Как это происходит Ну конечно Честно Отдельно платят За мусор Ну естественно Может быть Ты в месяц Сколько это платишь Или тебе прям Каждый раз Вешивают Сколько у тебя Забрали Платишь Как это месяц Да Ты выставляешь В определенные дни Мусор После дома И тебе увозят Ну наверное Да Но не любой мусор Бытовой мусор Такой мусор Тебя не увезут Такой нет Просто нет Я смотрю Приезжают люди На машинах И сортируют Здесь стеклянные бутылки Тоже выбрасывают Ну вот такое Да И что интересно Ты когда заезжаешь Туда уже дальше Где выбрасываешь Уже крупную мебель Все вот это Там спрашивают Документ Подтверждающий Что ты живешь В Ахине Им недостаточно Что у нас номера На машине Отсюда Ну с другой стороны Разумно Потому что Когда ты живешь Возле границы Допустим С Ахином Да В Бельгии Например В ближайшем городке Некоторые Вывозят мусор Сюда Когда мы Когда мы Жили в районе Который Очень близко К Бельгии Там Мусорники Закрывались В принципе И у мамы Моей Еще где-то У нас На районе Я видела Вообще Много У кого-то Мусорники Находятся За забором Закрытым Чтобы тебе Выбросить мусор Нужно Открыть С ключом Потому что С частных домов Все привозили И выбрасывают Ночью Тихоря Рано Утром А еще Знаете Как делают Те кто берут Дома В кредит Я видел Ездят Они чтобы Не платить За мусор Они выбрасывают Его через окно В машине Легковой На поворотах Вот когда Есть съезды С дорог На автобан С автобана Что это не дальнобойщики Делают Это вообще Свинство Дикое Нет Дальнобойщики Не ездят Я просто Уже это изучал Момент Это делают Те у кого Частные дома И кому Вот они Начинают экономить На всякой херне Понимаешь На мусоре На все А когда ты едешь На повороте Никто не видит За тобой Ты как бы На повороте Находишься Понимаешь Если никого нет Ты просто Раз его И в кусты Этот мусор Представляете Это реально Дело в том Что он в кусты Не падает Часто он падает Просто на асфальт Рассыпается весь И ты вот на этих съездах Часто встречаешь Рассыпанный мусор Пакеты разорванные Вот это вот Яйца Картошка Там валяется Все вот это Пакеты Молочные Не только И в общем Все это Очень Межзапаказно выглядит Это очень часто Я не знаю Во всей Лигермании Здесь Это встречается Очень часто Да Когда ешь на даче На той кольцевой У нас там есть Я на машине Езжу очень много И часто езжу рано утром И я это вижу постоянно И это очень мерзко Блин И это понятно Что это делает Саша злится И за окурков Которые выбрасывают В окно А такое Прям вообще Передергивает Меня раздражает Когда просто Пепел срахивают В окно Ну ладно Как бы Пепел Может его развеет Там еще как-то Но когда выбрасывают окурки Я это просто Не вывожу вообще Я это вообще Не переваливаю Сука Вы живете На этой земле Вы здесь ходите Это все окурки С точными водами Еще как-то будут стекать Потом это все будет Где-то фильтроваться Мы каким-то образом Будем соприкасаться С этим Зачем это свинство Вообще загрязнять Все вот это вот У тебя Вот у тебя Сраная пепельница в машине А тебе не хочется В машине Чтобы воняло Да Окурками Вот как Да лучше засрать То место Где живут другие люди Правильно Тебя же это не касается Ты выкини сейчас А нихрена дружок Тебя это касается И еще как Так что Если ты хочешь Травить себя Курить Ну тогда будьте Добр И потерпи вонь В машине Да немножко Ну это мое личное мнение Да Все курящие Сейчас могут на меня разозлиться Но ребята Ну честное слово Блин Ну пепельница вам придумана Для чего У вас сорта воняет Так же как и будет вонять В машине Какая уже разница Вы думаете от вас не воняет Так же само воняет Не делайте Не мусорьте Блин вообще Я честно говоря Даже фантика маленького Не выброшу Если у меня упадет Я всегда подниму Я думаю Сейчас концовочка Будет бросать И курить Ну ладно Я хочу сказать Что я не хотел Затронуть тех Кто взял кредит И так далее Я ни в коем случае На это не акцентировал Немания Нет Просто Я понимаю Что многие так не делают Это редкие свиньи Просто Кто-то минимально Почему я говорю Про кредит Потому что Те кто снимает Дома У них уже включено В стоимость Оплаты Вывоз мусора Они не могут от того отделаться Поэтому это делают те У кого реально Выплаты какие-то Они просто пытаются На всем сэкономить Но я опять же повторяюсь Не все Далеко не все Поэтому не принимайте На себя лично Это просто отдельные свиньи Есть Но если ты один Из этих свиней То это Тогда принимай лично Получи фашист гранату Смотри какой аккумулятор Нам нужен примерно Вот такой большой Он маленький А сколько он стоит Бош прям Ой Не обязательно Бош Так вот же Внизу есть Броски Ой он тяжелый Конечно Нам нужен такой Аккумулятор Примерно На 12 вольт 4 ампер часа Нормально Он для скутеров Подходит Ну нам Нам хватит Вот здесь вот Снимаются Вот эти резиночки Сюда крепятся Контакты Плюс и минус И все И твой датчик Будет работать Но он маленький Компактный Посмотри Можно ладушку Сплетать Ну да Я не знаю Какая на него цена Вот эта Нет Стрелочка вниз Показывает А где стрелочка Наверх Оказывается Здесь и колеса Такие можно купить Здесь все что хочешь О А у нас какой Высоты Нет У нас больше Я не знаю Сколько у него Вылез Мне так трудно Сюда и хватит Что-то Примерять надо Сколько стоит 20 Нет 33 Наверное Большое Ну по идее Ухватило бы Наверное Вопрос с диаметром Будет Зажиматься Не будет Но салфак Что Он диаметром Наверное Стандартный Саша Я бы Наверное Брал Лучше Специализированным Именно для Вонлаги Мне кажется Они там Помощнее Он же должен Поднимать Вот Там пальцы Сейчас Потом Когда он Разрядится Когда-нибудь Через лет 100 На зарядку Саша Больше не купили Вот эту Штуку Надо Ставить О А знаешь Что Если ты Без нее Попадешь В аварию Ну даже Кто-то тебе В жопу Въедет То Ты Разделишь С ним Штраф Пополам Почему Потому что У тебя Не было Защищено Пластиком Ты Мог нанести Меньше Ущерба Если Был бы Пластик Сверх Так Мне рассказывали Не знаю Поправьте Меня Кто там В Германии Знает Мне так Рассказывали Мы Короче Купили Аккумулятор 12 вольт Все-таки Не больше Мы решили Брать Да Пофиг Нам Просто Для датчика 4 ампера 4 ампера Часа 70 ампер Не крокодильчики Чтобы крепить датчик Ну я сейчас Все сделаю Это просто временно На самом деле Вот этим будем Пользоваться Только когда Где-то спим Хрем пойми где Чтоб нас просто Не усыпили газом А так он не нужен Будет просто лежать В полке Где-то Поэтому такая ситуация Поехали Что еще нас удивило То что нужно было Еще Залог Как называется Заплатить За этот аккумулятор То есть возвращаешь Потом И получаешь Обратно 7 евро Или сколько Ну как-то около Оттого сейчас Скажу 750 Сначала Не поняли Что там Посчитали Но Когда он тебя Выйдет из строя Ты можешь Увернуться 750 Вот как бутылки Ты сдаешь Обратно Так и батарейку Потом за 750 Можешь вернуть Что касается датчика Почему мы будем Убирать У нас есть Еще один датчик Мы уже купили Мы уже купили Караван Вместе с датчиком От угарного Докгаза Там возле печки Он как раз Стоит То есть если там Если вдруг У нас Погаснет В пламя Когда мы будем Обогреваться Ночью Допустим Где-то И накопится Концентрация Газа Даже Пропанбутана По-моему Тоже нужно Обидовать Или угарного В общем Там датчик У нас уже есть Встроенный Изначально Один А это Мы покупали Датчик Специально От именно Усыпляющих газов Не только Там и эти тоже Эти тоже Да Но Именно Еще и от всех Усыпляющих Типа эфира Там и всякого Разного На это Работает Потому что Во Франции Это все работает Усыпляют людей Ломают замки И Грабят Так что Это Не хочу пужать Но это Правда жизни И люди Как могут Так и защищаются От этого Замок я уже Сделал Так что у нас Замок показывали вам Даже если Нас усыпят У нас замок Просто не сломают У нас просто Не откроют дверь Ну никак Они могут там Что хочешь свернуть Замки все сломать Расковырять Но они никак Не смогут Проникнуть Ну если только Они не выпилят Дыру безо двери Вот Но вы же сами Понимаете Что эти люди Они не любят Шуметь И все делают Тихо Поэтому Там кстати Наклеечки А ты показал Наклеечки Сразу наклеечки Расклеим У дверей У входных Вот этих отверстий Где Вентиляция Чтобы они сразу Знали Что если что Сработает сигнализация Бывают Разные сигнализации Есть и на двери Сигнализации Там когда взламывают Она срабатывает Есть сигнализации GPS Которые Если тебя там Угдали Ты можешь Просто по GPS Отслеживать Где находится Твой Прицеп Ну вообще Всякие Разные Но это уже Лишние На самом деле Сейчас в Китае Можно заказать Вот такую Маленькую Бусинку На магните Просто Приклеиваешь И Через GPS Можешь Смотреть Для айфонов Сейчас тоже Есть 20 с чем То евро Стоит Такой Как Брелочек Небольшой Ну вот Сколько Мы дней Откатались Ошибка Опять Загорелась И причем Я не разгонял Машину Буквально На 110 Км В час Смотрите Как я ее Гашу Смотрите Смотрите Оп Я заглушил Сейчас И сейчас Заведу Завел Смотри И нет Ушебки Но Походу Мы не поедем В отпуск Сейчас Заеду Сервис Еще попробую Насчет Гофры Поговорить Может Еще успеем Гофру Заказать Единственное Это последнее Это последнее Что у меня Осталось Дальше Нужно будет Лезть Наверное В саму Турбину Туда И смотреть Конкретно Может быть Актуатор Который Делает Геометрию Турбины В зависимости На русском Может быть Он все таки Пошел Вы Пишите Саша Считай ошибку Считайте ошибку Я знаю Эту ошибку Я ее считывал Уже Раз Блин 40 Наверное Эту ошибку Я знаю Что за ошибку У меня даже Записано Все эти коды Есть Эти ошибки Это проблема Именно Вакуума Который Идет на актуатор На регулировку Геометрии Турбины Я знаю Эту ошибку Я не знаю Причину Понимаете Компьютер Не пишет Почини то Там то Или там то Сделай то то Или вот это Причин могут быть Десятки Этому Ошибка Известна Причина Неизвестна Вот в чем Разница Можно это Можно это Вот методом тыка Это поменяешь То поменяешь Там проверишь Это посмотришь Вот и все Но у меня Осталась только Одна мысль Что это Это гофра Возможно Она все-таки Дырявая И подсасывает Где-то Если нет То тогда Уже надо Более серьезно О Опять загорело Смотри О Ничего себе Видишь Не-не Ну все Короче Отпуск Меняется Если Мы до пятницы Не успеем Задаться С этой причиной А как ты Поймешь Разобрался А ты не Разобрался Поменяешь Поедешь Протестировать А вчера мы катались Ничего нигде Не загоралось Когда еще Позавчера На даче Ездили Катались Это 100% Какая-то мелочь Если бы Актуатор Турбины Вышел из строя Эта ошибка Горела бы всегда Она бы Вот как я заглушил Завел Она бы не гасилась Она бы горела Все время Что все Он не исправил Он не работает И все Она постоянно будет гореть Эта ошибка Заводи Не заводи Глуши Не глуши Я глушу Завожу Ошибка Исчезает Это какая-то мелочь Это где-то Какая-то мелочь Где-то Негерметичность Какая-то Вот чего-то Либо Самого вакуума Либо Либо Вот с этим воздухом За этой гофрой Связан Не знаю Так Вернулись домой В сервис уже заехали Даже Да Что-то написал Какие у нас планы Каникулы И отдохнуть Задание Задание Или штраф Да Отдохнуть Если не отдохнешь У тебя штраф 10 евро Я веду 10 евро Хорошо Что в сервисе В сервисе Почистили какой-то датчик Не помогло Не помогло Мы уже потестировали Ну короче Я буду менять Эту гофру Пытаться Ну надеюсь Я не уверен Уже ни в чем Просто Я заезжал Сейчас В форт-центр Потому что Это можно Нельзя купить Просто так Надо именно У них заказывать И эта гофра Это просто кусок Пластика По сути Эта гофра Стоит 205 евро Вот завтра Поеду Ее закажу И все И буду ждать Я уже взял термин Опять сервис Мне сказали Если раньше У них там где-то Освободится Окошко Они мне позвонят А так только 25-го Да? 24-го Ближе нет терминов Нет Так что Да Завтра куплю Она будет у меня В наличии Эта гофра И буду ждать Когда меня возьмут в сервис Чтобы ее поменять Но это тоже Ничего не гарантирует Ничего Абсолютно Это просто Исключить Еще одну Мою версию Если Да Да Нет Если Короче Это не поможет Тогда уже Наверное Будем лезть туда Турбину Алиса Стоп И искать Там Турбин Уже Непосредственно Наверное Короче Так Ну отпуск Отменяется Пока У нас Три недели Отпуска Первую неделю Я уже Отменяю Остаюсь Работать Дальше Будем смотреть Кто знает Может мы Еще успеем Что-то Девать А может Успеем В общем Ничего Неизвестно Но все Расстроены Милана Говорит Чемодан Разгребается Обратно Уже Шорты Достала Оттуда Но мы Все равно Тестируем Свои Датчики Блин Почему мы Это делаем В квартире Не знаю Пахнет Газом Обычный Газ Пропал Смотри Вот Аккумулятор Провода Ты вот Где хочешь Там и ставишь В прицепе Поставил Приклеил Чтоб Ничего Не свелить Можно Двухторонний Скотч В любом Легенький 30 сантиметров От земли Только Сказано Примерно Все Идешь Спать Это Спишь В непонятных Местах А так Убрал Все В шкаф Его нет Лука И травы Что это Зажигает Потом Пока Моргает Это Он Готовится Это Еще Не готов Нет Сейчас Он Когда Перестанет Норгать Он Будет готов Он Будет Гореть Или Вообще Ничего Не Будет Жарко Иди Вкупайся Сейчас Он Когда Перестанет Норгать Мы Риспытаем На самом Это Что У нас Изобутан Это Пропан Бутан Газ На самом деле Вон Смотри Горит Сейчас Видишь Смотри Я думаю Даже Хватит Просто 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 Вот Там Есть Что Допустим А что Так Близко Подальше Там Не Идет Ничего Там Ничего Не Идет А Даже Такой Хватило Ничего Се Там Вообще Минимально Шо У нас И Потому Если Ты На Это Не Реагируешь Если Ты Не Отреагировал Он Будет Громно Кричать Выветрилось Уже Даже Сквозняк Смотри Не Не Надо Он Не Закрывает Концентрация Если Маленькая Может быть Концентрация Делаю так Чтобы Она Не Прекращается Не Слегка Просто Присутствует Газ О Видишь А потом Еще Громче Будет Не Знаю Ты Уже Проснешься Нормальный Человек Проснется Да Тем более В закрытом Помещении Как выключаете Просто нажимаете Нажимаю уже О Еще громче А Меняется Тональность Ну все Сейчас вызовут Кто-нибудь Что-нибудь Выключал На кей газ он Реагирует Не помнишь Кропан Бутан Что-то там Еще Ну этот Эфир Эфир Короче Анестетик Который Анестетик Да Видите Тут прямо Показано Дом Кораблик Вон Ваген Вон Мобиль Ну ладно Хоть поигрались Саша Отправляйся Обратно Зачем Уже Поедем Когда-нибудь Куда-нибудь Да и бог Еще может Этим летом Надежда Она все-таки Умирает Последней Хотя бы На недельку К вечеру На улице Прохлада Приятненько Завтра Кстати У нас не будет Так жарко Вроде как До 25 Надеюсь Девочек Вынесли Потому что Эти дни Пока слишком Жарко Было Днем Да и Вечером Тоже Душно Мы их Не выносили Тяжело Им Она сейчас Прям Свежачок Смотрите Кушает Да Свежачок Как раз Пока они Не выходили Трава успела Чуть подрасти Слышите Как хрустят Не слышно Да Потому что Собаки лают В общем Артем Саша Сейчас будет Тренировать Мальчика Итак Спонсор Нашего Показа Окрошка Воскресная Еда В 10 Часов Вечера Окрошка Воскресная В принципе Осталось У нас Пару Порций И мы Ее Осилим Ну и Завязший Букет Татьяне Кстати Очень хорошая Поставка Для телефона Используйте Очень хорошая Инверсальная Подставка Для телефона Ваза 3000 Хорошо Используйте Хорошо Все друзья С вами будем Прощаться До завтра У нас уже Вечер Вечерочек Все нормальные Люди Спят Например Александр А мы Окрошку Кушаем Все Уписывайтесь Если Вы тоже Не можете Остановить Тебя От этого Прожорство На ночь Да Я думаю Я не знаю Добро пожаловать В наше Сообщество Да Все друзья Всем пока